Добрый день, коллеги, рад всех приветствовать, кто решил присоединиться к нашему эфиру сегодня, к посвященному введению, скажем так, схемы к терапевтических подход. И давайте немножко расскажу про к регламенту, о котором мы сегодня будем двигаться. Где-то полчаса поговорю о подход схемы к терапии, его возможную интеграцию с КПТ. Затем к полчаса у нас будут вопросы, которые вы можете либо в группе под постом, либо голосом, если желание будет. Да, ну, позвольте для начала представиться. Меня зовут Фомин Кантон, являюсь преподавателем, супервизором к ассоциации, имею международную сертификацию в подходе схемы терапии, психоаналитической терапии. И сегодняшняя тема нашего эфира – это интеграция схемы к терапии и КПТ. Ну и, конечно же, про сам подход поговорим. Единственное, у меня такая задача нетривиальная стоит в течение полчаса – рассказать о методе, который я сам не до конца, уже спустя 8 лет изучения, как понимаю. Но, тем не менее, попытаемся это учить. Хотя, мне кажется, людей, которые не слышали о схемах терапии или не понимали его к применению, наверное, не так уж и много. Итак, что же такое схема терапии? Что же это за метод такой? Изначально схема терапии как к подходу был разработан для пациентов, страдающих затяжными эмоциональными нормами, а также личностными расстройствами и различными психологическими проблемами, которые имели тенденцию к повторению. Так называемые негативные психологические паттерны. И, ну, то есть, схема терапии относится, как вы, наверное, знаете, к третьей волне – это КПТ. Тем не менее, многие считают самостоятельным подходом, который имеет свои корни не только в КПТ, является интегративным к подходам, и при изучении этой экотерапии мы можем видеть в нем элементы и психоаналитической экотерапии, в частности, теорию к привязанности, теория к объектных отношениям, к транзактному анализу, тегиштальт к терапии. В общем, ну, основатель к Джеффриянку, он как бы… Так, у меня что-то пишет. Проблема со связью. А меня хорошо слышно? Это молчание. Это означает, что меня не слышат? Или что меня слышат? Ну, ладно, будем надеяться, что меня слышат. Ни один современный метод не может продвигаться к эффективной, не доказав свою эффективность. Ну, и схема к терапии в этом смысле не исключение. И на данный момент у нас есть уже спустя 20 лет, к различных исследований уже есть, скажем так, большой набор данных, доказывающих эффективность схемотерапии. И здесь, ну, как и с любым методом, возникает коррозионный вопрос, когда и при каких обстоятельствах этот метод используется. То есть исследования, которые я упомянул, они проводились при различных конозологиях. И изначально стоит отметить, что схема к терапии появилась именно как некий инструмент работы с пограничными расстройствами. Как в свое время, скажем так, классика ТКПТ, классический подход столкнулся с тем, что определенная категория процентов, в частности СПРЛ, показывала высокую резистентность к психотерапевтическим интервенциям, в частности когнитивным, к поведенческим. И тогда Джеффер Янг задумался над этой проблематикой и, соответственно, начал экспериментировать, интегрируя другие какие-то методики и техники из других направлений. И в результате родился такой уникальный метод. Но помимо КПРЛ, в настоящее время у нас уже есть масса исследований, которые показывают эффективность схемы к терапии и к расстройствам к первой оси, то есть это к тревожной, к депрессивной, а все компульсивные к расстройству. При работе с хроническими видами к депрессии, тоже есть хорошие результаты, отдельным, скажем так, кластером стоят исследования, касающиеся травмы и комплексной травмы. Как известно, комплексная травма или ЦР еще пока не является таким диагностической единицей. Но это весьма распространенная, скажем так, проблема, которая как раз и ведет к развитию различных личностей, к расстройствам. То есть это комплексная травма, когда травмирующие события, это имеет такой кумулятивный эффект, событие, которое часто повторяется, хотя может и не иметь такого статуса какого-то яркого и такого выраженного эффекта, как при классическом КПТСР. Также у нас есть результаты исследований к помощи эффективности схемотерапии в работе с констройством пищевого поведения. А кроме того, в последнее время появляются данные о эффективности уже и в работе в области такой, скажем так, большой психиатрии. Это, в частности, буквально в 2020 году вышло исследование по работе с диссоциативным к расстройствам идентичности, как, не знаю, били Милгером, если помните такого персонажа, на котором, я думаю, все на психфаке его проходили. Итак, вот, опять же, я сейчас затрудняюсь как бы вот все это обобщить, потому что очень много вроде бы такой специфической информации касательно схемок терапии. Вот, и в качестве основного и такого вот ключевого такая непростая задача. Ну, центральным элементом схемок терапии является понятие схемы. Давайте немножко на этом остановимся. То есть что такое схема? Схема – это понятие очень схожее с понятием глубинного убеждения в классическом КПТ. Затем лишь исключением, что схема – это более широкое понятие, которое включает в себя и эмоции, когниции, телесные ощущения, воспоминания, ну, а также к поведенческий компонент. То есть вот если мы это возьмем, концептуализацию в КПТ, то, в общем-то, можно, к примеру, сказать, что это некая схема. Соответственно, ну, к примеру, да, вот, если аналогию проводить, аналогия, как известно, облегчает понимание. То есть, например, схема дефективности такая существует, которая может состоять из следующих компонентов. Я хуже других, глупее других, там, мир – это опасное место, как другие умнее. Но если я буду много и усердно работать, то другие, там, не поймут, что я глупый и некомпетент. У этой схемы есть эмоциональный компонент к тревоге и вина на уровне телесных ощущений. Схема выражается через напряжение, через тахикардию, какую-то тяжесть, может быть, за грудиной. И на уровне воспоминаний эта схема имеет, например, воспоминания об опыте, где ребенка, там, родители с кем-то сравнивали в негативном ключе. Ну, или, там, не знаю, какие-то эпизоды буллинга в школьном возрасте. В оригинале, то есть, ну, если мы берем концепцию Джеффри Янга, к 20-летней давности существует 18 основных схем. То есть, это, можно сказать, 18 глубинных убеждений, если аналогию проводить. Эти схемы, они сгруппированы по определенным кластерам, которые связаны с определенными потребностями. То есть, идея потребностей является центральной в схемотерапии. и говорит о том, что эти глубинные убеждения или схемы, они формируются в ответ на неудовлетворение от каких-то базовых потребностей. Соответственно, чем выраженнее была фрустрация этих потребностей, тем выраженнее будет схема, которая формируется. И изначальная функция схемы – это компенсация. То есть, они хоть и называются дисфункциональные схемы, но их все-таки первоначальная задача или функция, она была некая... приняла именно такую адаптивную функцию, то есть, на которой они были функциональны. Второй момент связанный, ну, скажем так, второй важный элемент в модели схемы к терапии связан с понятием режимов. режимы – это уже феномен, в котором проявляется схема. То есть, если, скажем так, схема – это более что-то так... это некая такая информационная система, то режим – это уже наглядное проявление той или иной схемы. То есть, режим, ну, если это определенные специфические эмоции, мысли к поведению, которые запускаются в текущий момент времени, то есть, когда активируется та или иная схема. Это преобладающее состояние, в котором человек находится в данный момент времени, включая нейроэкбиологическое состояние. и в любой схеме существует несколько, которые могут переключаться между собой. Вот если коллеги, которые имели опыт к работе с пограничными пациентами, ну, или с пациентами психотического регистра, возможно, могли наблюдать быструю или резкую смену эмоциональную состоянию. Например, пациент может быть там в печали, потом резко переходит в какое-то там раздражение или даже ярость, потом может там, не знаю, заплакать, рассмеяться. Ну, в общем, смена режимов может проходить очень динамично, но при конструкции случая мы увидим, что все эти режимы входят в определенную схему или в определенную группу схем. В схеме терапии выделяют четыре типа режимов. Это и здесь мы как раз уже видим аналогии с транзактным анализом. То есть у нас есть детские эко-режимы. Это как раз те эко-режимы, в которых проявлены неудовлетворенные к потребности. Это режим, так называемые коротительские режимы, которые часто проявляются как некая такая внутренняя критика или такая наказывающая внутренняя часть. И так называемые коппинговые режимы – это те состояния, те режимы, посредством которых субъект или наш пациент пытается справляться с теми эко-переживаниями, которые связаны как раз с детскими режимами и родительскими. То есть это способы как-то нивелировать эти состояния. И здесь мы можем наблюдать все возможные формы избегания, переедания, сюда же и к расстройству пищевого поведения, и различные формы зависимости, к трудоголизму, к прокастинации. Все это в схемотерапии будет классифицироваться как коппинговые режимы. И, кроме того, как выделяют здоровые режимы, это режим здорового взрослого и счастливого ребенка. То есть это режимы, в которых базовые эмоциональные потребности удовлетворены. Ну и, соответственно, здоровый взрослый эко-режим является целью развития в схемотерапии. И, к слову, у пограничных пациентов это наименее развитые эко-режимы. В основном, если вы будете встречаться с пациентами к невротического эко-регистра, то в той или иной степени здоровые взрослые эко-режимы у них развиты, поэтому задача их будет, скажем так, дорастить или укрепить. То есть, итак, давайте вернемся к вопросу, зачем все-таки нам нужна схемотерапия, если, например, есть КПТ, классический вариант. Схемотерапия позволяет работать с проблемами, которые закреплены на глубоком эмоциональном уровне. Я не знаю, сталкивались вы с такой проблемой или нет, но, например, часто, когда мы работаем с глубинными убеждениями от клиента, мы можем слышать такое выражение, что умом я все понимаю, но продолжаю тебя чувствовать по-прежнему. И вот как раз те ситуации, когда когнитивная корреструктуризация ее недостаточно, ну, этому есть определенное к нейрологическое объяснение, дело в том, что вот этот опыт с глубинным убеждением, вот с схемами, формируется часто еще на довербальном уровне, поэтому доступ к этим слоям со стороны коры к больших полушарий, он весьма ограничен. То есть проблема буквально находится на другом уровне, даже с точки зрения нейрофизиологии. Поэтому доступ к этому проблемному уровню, его необходимо также иными... Также схема терапии помогает в работе, например, почему с пограничными пациентами очень плохо. Ну, сказать, что очень плохо, да, но мы сталкиваемся с трудностями, когда адресуем проблемы от клиента именно к техниками КПТ. Поскольку этот режим здорового взрослого у пациента с ПРЛ то часто вы будете встречаться с низкой мотивацией участвовать в работе, с отсутствием сотрудничества, с сложностью сфокусировать внимание на какой-то там мысли или к проблеме. Поскольку инструменты схемы терапии, они задействуют не только словесно или к вербально-логический уровень мышления, но также и другие уровни мышления, которые в онтогенезе психика проходит. Да, ведь словесно-логический, это уже, скажем так, вершина айсберг. А до этого у нас есть уровень преддейственного мышления, наглядно-образного. И вот за счет работы именно с этими уровнями мышления тема терапии достигает весьма существенных результатов там, где такая прямая когнитивная конфронтация с убеждениями, она терпит крах. И тогда давайте еще немножко поговорим про как вообще применяется схема терапии. И дальше как раз про интеграцию тему затронем. В схема терапии существуют четыре основные вида интервенций. Мы также работаем и с когнитивной сферой, то есть с когнитивным компонентом схемы. И здесь мы также, как и в КПТ, используем дневники для выявления когнитивных схем, режимов. Также мы будем использовать списки за, против, флеш-карты так называемые, по аналогии с копинг-картами. На поведенческом уровне также ведется к работе. То есть со всеми компонентами схемы мы к работе. То есть это и теоретические задания, и какие-то тренинги навыков. То есть здесь элементы КДБТ, они тоже будут вполне уместны. Но, скажем так, короной или жемчужиной схемы терапии является работа с образным мышлением. И все вы, наверное, слышали такую технику, как рескриптинг. Возможно, кто-то ее уже применял. И фото с образным мышлением, она и очень сильно отличает и выделяет схемы терапии от других направлений. Ну, как там и работа со стульями, это вот то, что и сочетали. И, наверное, еще один важный элемент, который отличительный элемент, который имплицитно присутствует в других видах терапии, но в схеме терапии он выведен как бы в качестве одного из ведущих, ведущих, скажем так, факторов эффективности – это терапевтические отношения, а именно так называемый фактор ограниченного родительства, в рамках которого терапевт на время терапии становится в родительскую позицию. Вот тут просто проблема с терминологией, поэтому была выбрана такая форма, как ограниченное родительство. То есть понятно, что это происходит и в рамках терапевтического контакта, и, соответственно, этического кодекса. Но терапевт на время работы становится некой родительской фигурой, которая, скажем так, выявляет и учит клиента удовлетворять те неудовлетворенные, фрустрированные к базовой эмоциональной потребности, которые у него в дефиците находятся. Ну и давайте немножко поговорим про рескриптинг, раз уж это такая эффективная. То есть в чем его эффективность? Вообще к работе с воображением. Так, алло, что-то у меня говорит, связь лагает. Так, ладно, вроде он остановился. Так вот, к работе с соображением Джеффри Янг подчеркнул у тоже такого известного терапевта и основателя к направлению Ганса Лейнера, это основатель тимул драмы. Правда, к документальных источникам этого диалога я не нашел, но есть такая версия. Но на самом деле работа с воображением, она существовала задолго до образования психотерапии как вообще метода, да и психологии в целом. И есть, скажем так, исторические свидетельства о том, что еще много тысяч лет назад и в Древней Греции, и в Древнем Египте жрецы использовали к технику визуализации для лечения и воздействия на психику. Это влияние образов на нашу психику, оно уже доказано научно, но есть такое известное исследование еще в 2004 году проведено, используем функционального МРТ, которое очень четко показывает, что для нашего мозга по большому счету нет разницы между воображением и реальностью. В этом исследовании испытуемым показывали различные объекты, а другой контрольной группе предлагалось воображать эти объекты. Ну и, собственно, эти исследования четко показали, что различий в областях активизации мозга, причем в различных, их практически нет. Там единственное, как различные, там незначительное возникало в затылочных долях в силу того, что гораздо больше был задействован зрительный анализатор при открытых глазах. И вот коррескриптинг как раз задействует данную особенность нашей психики. И если вкратце, то технология коррескриптинга сводится к следующему. То есть пациенту предлагается представить отчетливо и ярко травматическое событие, словно оно происходит с ним здесь и сейчас. При этом при помощи существует предварительное погружение человека в полутрансовое состояние. Здесь мы используем методы, прежде всего, из гимнастических техник. Ну, это не погружение прямо в гипноз, это некое такое, скорее, метод к релаксации. Для того, чтобы дать образу свободу, скажем так, и легче было погрузиться в него. Затем в момент, когда человек себе это представляет, да, тут, кстати, важно отметить, что вот качество погружения в образ, оно имеет значение. Потому что если вы недостаточно в этот образ погрузитесь, то есть, например, эмоции будут слишком низкие к выраженности, то просто-напросто не активизируются те участки мозга, которые связаны с этой сетью воспоминаний, то есть с этой схемой. И, напротив, если, например, это сильное травмирующее событие, вы так с карьера в обрыв, так сказать, сразу уже на первой сессии от клиента погрузите, а у него там какая-нибудь комплексная травма, то вот это заполнение эмоциями, когда пациент будет испытывать эмоции, например, на 10 баллов из к 10, просто не позволит тоже эту технологию, эту технику провести, поскольку там этот образ, он уже будет неуправляемый. И дальше человек представляет изменения, которые происходят, то есть, доходя до какого-то травмирующего этапа, дальше происходит изменение того сценария, который происходил в прошлом, за счет того, что в этом образе может появляться какая-то третья фигура как помогать клиенту справиться с этой ситуацией. То есть, задача изменения этого сценария – это в том, чтобы удовлетворить ту фрустрированную потребность, которая в тот момент была как раз не удовлетворена. Ну, я тут иногда привожу такое к примеру, что такое коррескриптинг очень наглядно показано в последнем катарантинском фильме «Однажды в Голливуде». Вот, собственно, это есть пример такого коррескриптинга, где автор себе в своем воображении дает уже там разыграться в фантазии и такое к переписыванию сценариям. То есть, в чем смысл этого к переписыванию сценария? Мы не меняем память, хотя есть исследования, которые показывают, что и на память это тоже к переписыванию влияет. Но мы создаем альтернативный опыт эмоциональный. То есть, когда человек успешно справляется с этой ситуацией, то есть удовлетворяет какую-то свою потребность, или это потребность безопасности, или принятие еще в каком-то поддержке, то формируется новая сеть, или новая, скажем так, эмоциональная или эксперименциальная, как это в схемах терапии называют, то есть опыт. Появляется новый опыт, на который уже клиент или пациент может опереться. И, соответственно, при систематическом выполнении этой техники коррескриптинга вот этот новый опыт, он замещает старый. Таким образом происходит угасание старой сети к нейронной и актуализация уже новой. И при исследовании эффективности коррескриптинга было... То есть изначально он применялся для работы с какими-то травмирующими событиями. Но затем его эффективность коррескриптинга была продемонстрирована и доказана при работе с такими эмоциями, как стыд, вина, страх. Причем, если, например, в когнитивной терапии мы обычно работаем с этими эмоциями через экспозицию, то коррескриптинг, он показывает более... То есть результаты экспозиции и коррескриптинга в терапевтическом плане, они примерно сопоставимы. Однако преимущество коррескриптинга заключается в том, что выпадение из тискотерапии в результате коррескриптинга существенно ниже. То есть, например, если экспозиция к проценту, к дропауту в районе к 50%, то желающих, скажем так, уйти с коррескриптинга гораздо меньше, около к 15%. Соответственно, это важный фактор, потому что в работе, например, с пограничными пациентами, а это длительная к работе. Вот к дропауту это является проблемой, особенно если мы часто будем к человеку помещать в экспозиционной технике. Мало кому это понравится. Вот. Ну и напоследок давайте немножко поговорим про, как можно совмещать схемы терапии и ТКПТ. То есть, существует три таких способа совмещения. Это может быть схема терапии, как основная линия лечения. И современные психиатры уже, которые, скажем так, в теме находятся и постоянно квалификацию повышают, уже наслышаны и знают про эффективность к методу и очень часто как раз направляют к пациентам, именно к схемотерапевтам. Это мы можем использовать схемотерапию как этап в работе в КПТ. И, прежде всего, это может быть связано с проблемами, когда какие-то классические когнитивные интервенции не дают своего результата. Опять же, часто такое происходит, когда мы имеем дело с какими-то коморбидными формами к расстройствам, например, депрессия плюс личностное расстройство. Тогда нам как раз техники ТКПТ, схемотерапии, они будут очень сильно помогать. Ну и существует такая изолированная, скажем так, форма применения коррискриптинга без, скажем так, основного пакета схемотерапии. Например, это есть исследования, которые показывают, что одним лишь рескриптингом можно работать с такой проблемой, как ночной кошмар. Ну, если честно, я изолированно рескриптинг не использую. Но если такая задача стоит, особо не погружаться в когнитивный компонент, в убеждение, к проживанию какого-то нового эмоционального опыта к работе с режимами, то вот существует и такая форма. Ну и, например, есть тоже варианты, они, ну, на самом деле совмещение одного ТКПТ и схемотерапии, наверное, является наиболее сложной задачей. Ну, из уже таких успешных и применяемых кейсов вот этого такого симбиоза ТКПТ и схемотерапии можно привести к работе с социальной фобией. Дело в том, что у пациентов с социальной фобией, как правило, всегда, здесь вот сверхобобщение, наверное, будет уместно, как правило, всегда есть опыт какого-то буллинга или такого эмоционального насилия в прошлом, в детском опыте. И часто когнитивных и чисто поведенческих методов бывает недостаточно. И вот тогда, если мы добавляем к работе социальной фобией метод хорискриптинга, то это и уменьшает, скажем так, сроки, то есть курс к терапии и приводит к более выраженному снижению к тревоге таких к пациентам. Так, немножко уже за тайминг выбиваемся. Поэтому, коллеги, я сейчас готов ответить на любые вопросы, которые возникли по ходу нашей встречи. Извиняюсь за шумы, у меня тут ремонт идет. Соседы, если, как обычно, такое бывает. Если есть желание и возможность, я вас приглашаю выйти в эфир и задать свои вопросы. Либо, опять же, вы можете его задать в комментариях под постом об эфире. Так, Татьяна, значит, разрешите. Татьяна, вы можете говорить. Да, здравствуйте. Спасибо большое за эфир. Очень интересно. Скажите, вот такой вопрос. Когда трудно выйти на убеждения, есть сомнения, прорабатывать. Я как-то интуитивно применяю Джихри Янга, тест ранних безадаптивных схем. И мы выявляем, вот я рассказываю, как бы психообразование, провожу психообразование и говорю, когда клиент говорит, о, точно, это вот про меня. Возможно вот так вот работать, да, использовать этот инструмент, как интегрировать и уже через вот эту потребность, понимание, какая схема актуализирована, удовлетворять потребность через ценности, да, вот и помогать ему вернуть вот эту вот неинтитивотворенную потребность из-за этого, там, проблему его, да? Да, да. Ну, мне кажется, вот вы показали один из способов интеграции. Действительно, то есть, поскольку схема является это таким, ну, скажем так, более подробным и расширенным описанием глубинного убеждения, то, да, в рамках психообразования, это когда мы рассказываем про схемы, опять же, в схемотерапии мы именно так и делаем, то есть, в рамках психообразования мы рассказываем о схемах, подаем клиенту заполнить этот диагностический капросник, потом его кообсуждаем, то есть, да, это вот так они и выявляются, совершенно верно. Еще такой вопрос, может ли быть как-то равенство поставить, если когда потребность не удовлетворена, это же та самая ценность, через которую мы можем выходить у клиента и вытаскивать его? Ну, здесь все-таки есть к различию между ценностями и потребностями, понимаете? Ну, это есть, но вот выходить на вот важность, что для него важно на самом деле? Работа с ценностью, вот попробуйте вот сейчас вот, вот безопасность, это ценность или потребность? Ну, это все-таки потребность. Ну, и ценность в таком, ценность тоже может быть. Ну, я не знаю никого, у кого бы не было такой ценности в безопасности. Ну, наверное... Вот смотрите, можно сразу, если люди, проживающие вот на территории Белгородской области, где постоянно находятся сейчас по обстрелам. Да. Для них это все-таки, ну, я понимаю, что это потребность, но вот эта вот безопасность, когда мы налаживаем возможные моменты, обустроить тот же самый уголок, где она может проводить место во время сигнала тревоги с ребенком и рисовать там, но это как ценность безопасности уже. Или все-таки здесь не туда иду? Ну, мне кажется, потребность – это априори, это ценность априорная. Просто, когда мы говорим про ценности, это что-то, что вне наших потребностей. Ну, то есть мы же не можем сказать, что вода для нас является ценностью. Нет, мы, конечно, так можем сказать там, да, ну, или там воздух – это ценность. Ну, конечно, это ценности, кто будет спорить. Вот, но здесь мы просто вот такой вот, ну, скажем так, детальные такие ценности и другие выделяем. Вот, а так, ну, здесь сложно не согласиться. Это все ценности. Хорошо, спасибо. Спасибо. Коллеги, кто еще? Так, Ксения, да? Ага, Ксения, можете говорить. Так, здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно. Антон, спасибо большое за такую вводную небольшую лекцию. Я мало знакома со схемотерапией. У меня один такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что основная суть – это подсветить клиенту эту схему и попытаться вместе с ним построить новое поведение, которое будет вне схемы? В том числе. То есть поведение – это один из элементов схемы. Например, человек может прийти с какой-то проблемой. Да, но сейчас мы, если даже какие-то клинические случаи к берем, что у него, например, в личной жизни одна и та же фигня происходит раз за разом. И здесь, ну, например, он там четвертый раз женится или там выходит замуж, и все заканчивается одним и тем же. Ну, или в отношениях, если это даже не с браком связано. То есть мы можем здесь предположить, что функционирует какая-то схема привычная. То есть есть какие-то базовые потребности, неудовлетворенные в раннем возрасте, которые привели к формированию схемы. И вот на поведенческом уровне эта схема функционирует таким образом. На самом деле она определенным образом и на эмоциональном уровне функционирует. А схема это, ну, мы на курсе схемотерапии об этом будем говорить о том, что схема это такой конструкт, который, скажем так, ищет своего воспроизводства или стремится к своему воспроизводству. И отвечая на ваш вопрос, да, то есть мы всячески исследуем ту схему, которая является или создает проблемы в жизни клиента, разбираем ее на элементы, вот этот когнитивный, эмоциональный, поведенческий, физиологический компонент. И каждый из них прорабатываем, чтобы в конечном итоге вот ту неудовлетворенную потребность, которую он закрывает с помощью этой схемы, удовлетворять более адаптивным, более здоровым способом. А вот этот более адаптивный способ определяет клиент или у нас есть какие-то заготовленные адаптивные схемы? Нет, у нас заготовок домашних нету. Это скорее да. Да, это в результате вот исследования, совместного исследования с клиентом мы приходим вот к его способу. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так. Ага, коллеги, кто еще хотел бы? Так, Татьяна, у вас... У вас стоит галочка, я не знаю... Да, вот... Все, вы можете говорить, Кататьяна. Разрешите. Так, что-то непонятно. Татьяна, вы можете договорить, если вот я вижу у вас рука... Рука будет как-то неудобно в этом телеграмме. Извините, какая из Татьян? Вот вы. А, я, да? Да. Здравствуйте. Хочу спросить, возможно ли применение схемотерапии с пациентами, у которых, например, есть ПТСР? Да, вот как раз, по-моему, в самом начале я это купинал, что уже существует такой значительный набор исследований, который показывает эффективность и при ПТСР классическом, и при КПТСР. То есть, да, вот там-то как раз схема патерапии как способ формирования нового экспиренциального опыта. И... Ну, там есть еще некоторые исследования, которые вот как раз показывают, что вполне возможно изменить даже вот кластеры памяти относительно к прошлых событий. То есть, ну, если... Так... Отвечать просто на ваш вопрос, да, то это эффективно. И еще небольшой вопрос. Вот пациенты, у которых, например, совмещенное, скажем так, какая-то, например, либо вялотекущая шизофриняна, плюс депрессивное вот такое устройство, эффективно ли погружаться в эмоциональную часть, чтобы не спровоцировать... Хороший вопрос. Вот с пациентами психотического регистра здесь работа с образом, она, ну, скажем так, небезопасна. Да. И здесь мы к большей акценту все-таки делаем на эту когнитивную сферу, потому что с психотическими субъектами работа с образом, она может выйти из-под контроля. Ну, и получит себе там ординарный психоз в кабинете. Поняла. Спасибо большое. Все. Спасибо. Так, Лилия, да? Рука будет сейчас разрешить. Лилия? Можете говорить? Вам только микрофон надо включить. Ага, все, я включила, да? Слышно меня? Да, да, слышно. Добрый день, Антон. Добрый день, коллеги. Антон, у меня такой вот вопрос по поводу... Спасибо за лекцию, было интересно. И у меня вопрос по поводу потребностей. Я как раз и живу в приграничных районах. Скажите, пожалуйста, вот у меня потребность в безопасности, она была закрыта абсолютно полностью. И я, если смотреть, допустим, пирамиду Маслову, да, как бы на другие уровни выше. А теперь, получается, вот из-за этих обстрелов, из-за вот этой вот ситуации, она как бы приоткрылась. То есть она не закрыта. Потому что в любой момент, да, я чувствую, что... Вернее, как, я не чувствую, я понимаю, я об этом не думаю. И вот у меня возникает такой вопрос. Можно ли закрыть эту потребность через другую? Ну, всё-таки, если мы говорим про базовые к потребности, то нет. Но вот представьте, что у вас жажда, вы хотите пить. Можете ли вы закрыть эту потребность через еду, например? Да, я это всё понимаю. Но а как выйти из этой ситуации? Допустим, уехать я не могу. Ну и не только я, да, у нас же много таких. И здесь нужно находить какой-то вариант, какой-то для того, чтобы... Я не знаю, тогда на уровне, на когнитивном уровне можно это отсечь, закрыть или как-то поменять адаптивно? Открыть вряд ли. То есть тут тогда речь идёт по адаптации к этой фрустрации. То есть вот если мы говорим про формирование схемы, то схема – это и есть как раз механизм адаптации в ответ на неудовлетворённую к потребности. И поэтому здесь, как бы, условно, в качестве адаптации и к различным методам эмоциональной регуляции, некого переключения внимания, они здесь необходимы, чтобы просто психологически выжить в данном контексте. Но чтобы полноценно как-то жить, и тут речь идёт о качестве жизни, здесь без удовлетворения этой базовой потребности вряд ли возможно. То есть тут идёт скорее к речи именно про адаптацию, а адаптация, она с комфортом-то, может быть, и не связана. Ну, вот я позволю не согласиться, потому что, знаете, когда находишься здесь, то получается, что ты как бы цепляешься, и ты пытаешься выживать и через безопасность, и через закрытие, и полноценную жизнь. То есть, понимаете, каждая минута жизни – это жизнь. Да. Её нужно проживать. А если только бояться дрожать и только как бы мысли в эту сторону направлять, качество жизни, конечно, другое. И вот сейчас я пытаюсь, ну, я сама психолог, я сама пытаюсь для себя это понять и сделать, конкретно воплотить в жизнь. Но единственное, знаете, у меня, что на данный момент, что получается? Голова мысли не реагирует, даже если вот эти вот прилёты, а тело, ноги дрожат. Ну, конечно, да, потому что эти как раз базовые потребности, они же не на уровне когнитивной сферы. Я понимаю, да, не на уровне. Поэтому, да, безусловно, вы можете здесь и ценностную сферу подключать, и смыслы находить. Да, вот. Но на базу вот этому вот, к биологическому уровню, уровень стресса, он будет всё равно повышенный. Да. И его никак, да, не обойти? Ну, если только, я не знаю, там, вы лет 20 в этом проживёте, и будете уже как профессиональные военные уже, там, игнорировать, там, уже по звуку определять, там, направление снаряда и понимать, что, а, это ерунда, это мимо, там. Мы это уже умеем определять, и звук самолёта, и звук снаряда, и звук ракеты, и этого беспилотника. Это мы уже научились. Ну, тогда, через какое-то время, когда у вас навыки будут уже настолько отточены, вполне возможно, вы будете понимать, что здесь безопасно, а вот здесь надо напрячься как-то. Ну да, вот у меня и был, мой вопрос заключался в том, чтобы найти какую-то нишу, где можно эту потребность как-то реализовать. Это же не только для меня. Я не только про тебя спрашиваю, у нас же, ну, тысячи людей. Я понимаю, да. Ну, тут, если есть возможность выхода из контекста, да, то это такой вариант, или адаптация к контексту. Тут только два варианта есть. Но чувствовать себя, то есть абсолютно убрать стресс в ситуации, которая потенциально опасна для жизни, но я не знаю, что это за уровень, как будто там дзена надо достигнуть. Хорошо, спасибо вам за ответ. Поняла. Спасибо. Так, еще какие-то вопросы будут коллеги? Ну, в принципе, мы как раз вот и уложились в час. Так, Елена, вопрос. Так, Елена, можете говорить. Так, Елена не хочет, Елена, говорить. Так, Анна. Добрый день. Да, Анна. Анна, спасибо за лекцию. Очень интересно. Я давно интересуюсь этим направлением схемы терапии. Скажите, пожалуйста, а длительность терапии какая может быть средним, вот если мы берем клиентов с пограниченным расстройством личности? Сложный вопрос, Иван, задали. Дело в том, что даже, ну, если мы не говорим о каком-то официальном диагнозе, то все-таки КПРЛ – это такой диагноз, который, ну, изначально он ставился специалистами, психиатрами, примерно так же, как ВСД ставится неврологами. То есть, когда что-то непонятное происходит, но от нормы отличается, вот ставят ПРЛ. Поэтому к диапазону, скажем так, к диапазону разнообразия у этого КПРЛ, он очень велик. Соответственно, есть сильно выраженные, там, к нарушенные пациенты, есть менее к нарушенные, поэтому здесь о каких-то даже к приблизительных сроках сложно договорить. Тем не менее, если все-таки речь идет о пограничном к расстройстве, то, как правило, это очень длительная история. очень это, там, ты говоришь, ну, вплоть до несколько лет. Более того, даже после того, как клиент научился, скажем так, свои эти базовые потребности удовлетворять и уходит с терапии, то периодически ему будут необходимы какие-то бустерные цессии, где он приходит и просто даже вот контакт с вами, как с опорной фигурой, опорным объектом, он будет для него иметь такой стабилизирующий фактор. Ну, какие-то поддерживающие, да, какие-то поддерживающие речи. поэтому, да, обычно, вот, ну, когда мы говорим о психозе, там, и о пограничных, к расстройствах, это все к длительной истории, там, от года и выше. А в среднем, ну, рекомендовано это по желанию клиента, или все-таки есть какие-то рекомендации относительно чистоты встреч, ну, допустим, там, раз в неделю, там, два раза в неделю? А вот опять же от нарушенности зависит. Для некоторых прям два раза в неделю это в качестве к превенции суицидального риска, это прям обязательная история. А получается, специалист, схема терапевта, он, ну, должен предварительно определить, да, допустим, вот, ну, диагностику сделать, то есть, ну, допустим, вообще есть ли ПРЛ, да, там, какой уровень, и так далее, то есть, предварительно такую диагностику проводят. Ну, да, да, ну, как правило, это и схем даже видно, то есть, если много выраженных схем, вот, ну, и опять же, при исследовании анамнеза, если мы видим, там, риски суицидального или признаки суицидального поведения, там, самоповреждающее поведение, там, длительные эпизоды ходи-прессивного какого-то, состояния. Ну, опять же, это какой-то уже более такой серьезный уровень, я так понимаю, расстройства, да, то есть, ну, как вы говорили, что есть... Да, 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 но это все может быть в рамках именно этого КПРЛ, как официального диагноза. хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что, коллеги, я благодарен за то, что вы пришли в этот субботний день, хотя он у нас вроде рабочий сегодня, да, вот, и с кем-то, я думаю, мы увидимся на семинарах, с кем-то на интервизиях. Так, спасибо за внимание, и до встречи. До свидания. До свидания. Спасибо.